МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние приготовления к 9 мая обсудили сегодня в Доме правительства. Как в Чувашии будут честовать ветеранов, подробности в следующем материале. До Дня Победы остается меньше недели. За это время необходимо снять все проблемные вопросы. Одна из задач для властей и муниципалитетов – благоустройство мемориальных комплексов. В республике насчитывается свыше 1300 памятников и обелисков. Каждым годом мы начали восстанавливать, где-то средства за бюджеты выделяем, где не хватает, помогают нам жители самих населенных пунктов или жители городских округов совместно с предпринимателями. Уважаемая глава администрации районов и городов, и вам тоже става благодарностью за то, что наводите порядок, чистите, наводите красоту для того, чтобы настроение у жителей любого муниципального образования было тоже на высоком уровне. В столице республики активно готовятся к Параду Победы. Торжественным маршем по Красной площади пройдет сводный полк Чебоксарского гарнизона и военная техника. На ближайшие дни, вплоть до 7 мая, намечены репетиции. Все вооружение артиллерийское, зенитное, стрелковое, передислоцировано, собрано и подготовлено уже в парадном виде для показа и демонстрации. Уже шестой год подряд по центральным улицам города пройдет бессмертный полк. Эта акция становится все более масштабной. В единую колонну с портретами своих отцов, дедов и прадедов встает каждый 20-й чебоксарец. В принципе, все готово, со всеми все согласовано, маршрут согласован, время тоже есть, но я думаю, что все будет нормально в рабочем процессе. На праздничные даты в республике запланированы сотни мероприятий. 8 мая горожан приглашают на Красную площадь исполнить песни Победы, а воспитанников детских садов на парад дошколят. 7-8 мая пройдет акция «Единый урок Победы». Вместе с волонтерами, ветеранами Великой Отечественной войны. В целом студенты обойдут практически все классы наших школ. 7 мая в 18 часов на площади республики тысячу молодых людей проведут флешмоб. Выстроился в слово «Мы помним». Глава региона отметил, что ветераны не должны быть обделены вниманием. Каждый год в республике инвалидам и участникам Великой Отечественной войны помогают улучшать жилищные условия. Исходя из потребностей оказывается различная помощь, как в ремонте домов, квартир, проводятся различные мероприятия, беседы, дополнительно даются консультации. А с 3 по 12 мая ветеранам предоставят право бесплатного проезда по республике. В республике с 3 по 12 мая предоставляется право бесплатного проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам. Количество поездок не ограничено. Единственное, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны. Михаил Игнатьев поручил Минтрансу постоянно контролировать, как перевозчики исполняют свои обязательства перед ветеранами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика. К теме бессмертного полка мы вернемся сразу после выпуска новостей. Координатор акции в Чувашии Оксана Очкасова расскажет все подробности о ее подготовке. В Чувашии реализуется инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса. Как идет строительство и когда планируют собрать первый урожай, выяснила наша съемочная группа. Этот проект масштабен во всех отношениях. 6,5 миллиардов рублей инвестиций, 22 гектара площадь будущего тепличного комплекса и более 280 рабочих мест. Огурцы и томаты будут выращивать в теплицах пятого поколения по уникальной технологии ультраклима. В год 15 тысяч тонн. Эта система хороша тем, что процесс роста растений и овощей полностью автоматизирован и не допускает ошибок. То есть, естественно, овощи растут в питательной среде максимально быстро. И хочется отметить скептикам, что будет максимально чистая продукция. Строительство начали в декабре прошлого года. Сейчас завершаются работы нулевого цикла. Вертикальная планировка, забивка свай и начинается первый этап. Производится работа по устройству инженерных сетей, укрупнительная сборка. Параллельно, то есть, постоянно идет завоз материалов, оборудования. То есть, ведется укрупнительная подготовка для начала монтажных работ по энергоцентру. Укрупнительная сборка, то есть, по металлоконструкциям, чтобы мы можем в покращающие сроки было выполнить монтаж металлоконструкции самих теплиц. Работы идут с небольшим отставанием от графика, но генподрядчик обещает, в сроки уложатся. К концу года здесь появятся два тепличных блока, рассадное отделение, энергоблок и сервисный центр. Тепличных комплексов такого уровня в России единицы. Основные работы в этом году на сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. По-другому говоря, в этом году на уровне где-то 70-75 процентов в один год все работы будут выполнены. Этот проект не только для нас, он значим. Этот проект значим для всей Российской Федерации, потому что на потребительском рынке дефицит овощей. Попробовать овощи с уникальных грядок можно будет к Новому году. Первую рассаду высадят уже осенью. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Сегодня же прошло заседание оргкомитета по организации республиканской выставки демонстрации «День поля-2018». В этом году она пройдет в Цивильске. Члены оргкомитета обсудили места для опытных делянок сельскохозяйственных культур и показа почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. В республиканской выставке демонстрации «День поля-2018» ожидается участие крупных поставщиков сельхозтехники, семян и посадочного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений из многих регионов Российской Федерации. Будет выставлено и показано в работе свыше 100 единиц инновационного производительного оборудования и машин. В 2018 году выставку планируется провести 12 и 13 июля на базе Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильске. Трудовыми коллективами и целыми семьями отметили жители Чувашии праздник весны и труда. Первомай по всей республике собрал почти 44 тысячи человек. Самая большая демонстрация прошла в Чебоксарах. Праздничная многотысячная колонна буквально хлынула сплошным потоком по центральной улице столицы республики. С влагами, цветами и транспарантами праздничное шествие проследовало до Красной площади. По традиции возглавил шествие духовой оркестр. У праздника давние традиции. В основном связаны с защитой прав рабочих. А в начале 90-х день международной солидарности в стране переименовали в праздник весны и труда. Сейчас, конечно, условия труда отличаются от тех, что были более века назад. Но так или иначе, первый майский праздник до сих пор символизирует единение всех трудящихся. Сегодня прекрасное шествие, очень много народа. И наши дорогие ветераны вышли, и наши студенты, и наши школьники, и наши детишки. У всех настроение приподнятое, и каждый своим настроением передает тепло. И несмотря на погоду, на шествии чувствуется аура добра и тепла. Праздник урады всем, от мала до велика. Кто-то возможности отдохнуть от работы, кто-то провести время с друзьями и знакомыми. Это народный праздник. Отмечаем всем народом. Все вместе, дружно собрались сегодня. Камикам! Ура! Ура! На всем протяжении пути следования колонны работали тематические площадки. Ведущие и творческие коллективы приветствовали участников шествия, поздравляли горожан с праздником. Закончилась демонстрация театрализованным представлением на Красной площади. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика. В мире добра. Так называется уникальная тактильная выставка, созданная чувашскими художниками-волонтерами для незрячих людей. Брельефы с библейскими мотивами уже отправились к первым адресатам. В школу-интернат для слабовидящих детей. Объемно-тактильные картины раскрывают гармонию взаимоотношений православных святых с окружающим миром. А точнее, с братьями нашими меньшими. Пересказать библейские сюжеты языком, понятным незрячим и слабовидящим людям – задача непростая. Но художникам церковно-исторического музея это удалось. Я в восторге. Мне очень понравилось. Я даже не ожидала. Такие картины я трогаю. В первый раз я вообще не думала, что они есть. Ну, человек тут, как бы, я вот понимаю, что и животные я вот различить могу. Святая мученица Христина и ангел. Вот мне очень понравился ангел. Почти два десятка картин и каждая как окно в мир. Чтобы оно было открытым, все детали должны быть продуманы. Ведь незрячие люди говорят на отличном от нашего тактильном языке. К примеру, чтобы фигуры читались, они должны находиться на расстоянии друг от друга. Рельефы, мимика, жесты различаться на ощупь. Тифлокомментарии волонтеры-экскурсоводы помогают детям понять полный смысл картин. А здесь у нас святой Давид Кориджийский. Давай мы с тобой попробуем его ощутить. Вот здесь у него нимб. Как мы уже поняли, что вся святая, они обычно снимут. Видишь, это его лиг, лицо, борода. Прощупай, она длинная? Борода длинная. В том, что детям такие картины необходимы, организаторы не сомневаются ни на минуту. Неспроста проект осуществляется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». В современном мире, когда часто у нас люди достаточно агрессивные, достаточно такие сжатые, необходимо показать, что дети именно слабовидящие и незрячие могут довериться нам, и мы хотим, чтобы они почувствовали себя частью этого общества. Уникальные тактильные картины в скором времени побывают во всех специализированных учреждениях Чуваши и выйдут за пределы региона. Организаторы планируют поехать в Москву и Сергия в Посад. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Сегодня улицы столицы Чуваши оккупировали юные журналисты со всей России. Ребята снимают финальные кадры своих программ и готовятся к отъезду. В Чебоксарах завершается международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи». В майские праздники за Волгой творится что-то невероятное. Уже 29 лет фестиваль «Волжские встречи» собирает самых ярких и талантливых журналистов, операторов и режиссеров со всей страны. Я считаю, что у журналистов акцент, пожалуйста, получил. Мы представляем Лигу юных журналистов Республики Бурятия. В руках у меня освещенная ткань для каждого бурята. Это называется ходак. Данный цвет, синий, означает вечно синее небо над головой. Ходак преподносится самым уважаемым, почитаемым, старшим людям. На данный момент мы хотим его преподнести руководителю фестиваля Евгению Суховей. Ребята приезжают творить и учиться у профессиональных мастеров, многие из которых в прямом смысле выросли на этом фестивале. Свет должен создавать объемные. Поэтому нам не нужно пытаться сделать идеально, чтобы у нас правая сторона лица была так же освещена, как левая. Но они должны быть по-разному, чтобы было видно, чтобы свет падает. Уважаемые коллеги, вот то, что вы показываете друг другу, это есть следствие креативного мышления. Нет ни одной похожей модели. Разборы домашних телеработ, съемки и тренинги сближают моментально. Задание снять кино, внимание, за два дня здесь не кажется нереальным. И вот самые смелые режиссеры уже защищают идеи своих фильмов на питчинге. Конфликт заключается в том, что у них есть цель снять передачу и на пути у них какие-то сложности взаимоотношения с друг другом, взаимоотношения с проблем, какие-то при съемке, например, камеры сломаться может и так далее. Обучение на практике. Что может быть полезнее? К каждой кинокоманде прикреплен профессиональный наставник. Режиссер Геннадий Акименко почти 30 лет создает документальные фильмы для федеральных каналов. Дубль за дублем, интервью за интервью и монтаж. Всю ночь. Но ведь не спать мы сюда приехали. Это одна из самых популярных фраз фестиваля «Волжские встречи». «Волжские встречи» – это большая дружная семья по всей стране. «Волжские встречи» для меня – это место, где я могу учиться, развиваться. Сюда я приехал оторваться и снять кино. Как видите, я уже отрываюсь. И вот фильмы показаны, награды разыграны, выводы сделаны. Осталось только вернуться в обычный ритм жизни, но уже с новыми знаниями, друзьями и ожиданием новых незабываемых встреч на Волге. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Лучших исполнителей среди любителей и профессионалов определили в Чебоксарском музыкальном училище. Там завершился Всероссийский фестиваль-конкурс имени Филиппа Лукина «Песни по радуем друзей». Одна заветная, другой не будет, где ты никогда. В этом году фестиваль-конкурс «Песни по радуем друзей» прошел уже в пятый раз и собрал участников из семи городов. Для тех, кто не смог приехать в Чувашию, провели заочный тур. Победители определяли среди солистов и хоров в категориях любителя и профессионала. Хор «Соловушки» исполнили произведение «Светлая мечта» чувашского композитора Филиппа Лукина, именем которого назван фестиваль. Эта песня достаточно мелодична, очень красива и приятна на слух. Там в ней поется о весне, о любви и вообще как все прекрасно. Но сначала мы не верили, что мы можем занять первое место, потом мы едем и нам звонит наш педагог замечательный Александра Николаевна. Такая, девочки, первое место, такое было счастье. В этом году фестиваль не только подтвердил статус всероссийского, но и фактически стал международным. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждет интересная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Дачный сезон уже наступил, а вы не успели запастись необходимым инвентарем? В магазине низких цен «Светофор» есть все необходимое. Рабочие инструменты, ведра, лейки, поливочные шланги и резиновая обувь. Торговая точка розничной сети открылась в Шумерле три года назад. Валентине Хренковой магазин сразу же приглянулся богатым ассортиментом. Женщину привлекла продукция местных производителей. Ведро. Как раз в саду хорошо. Хороший. Полотенце набор. Дешевые, качественные. И для себя, и подарок можно подарить. Низкие цены здесь и качественные. Вот, например, вот муку взяла чебоксарская. Выпечка хорошая получается. Май месяц пикников. И «Светофор» об этом помнит. Здесь представлен большой выбор мясных деликатесов и охлажденная свинина. За ней сюда едут из соседних районов. Я живу в Порецком. Приезжаю специально сюда в Шумерле за мясом. Мясо нам очень нравится и дешево. У нас в Порецком оно дорогое. В просторных складах более двух тысяч наименований товаров российских поставщиков. Это продукты питания, одежда, бытовая техника, чистящие и моющие средства. Создание выгодных условий для покупателей. Ключевое направление работы «Светофора». Качественный товар необязательно должен быть дорогим. Наши цены практически наполовину ниже среднерыночных. Это достигается за счет работы напрямую с производителями и минимальной торговой надбавки. Сейчас у нас действует выгодное предложение. Масло растительное 5 литров можно приобрести за 199,90 при покупке от 1000 рублей другого товара. Магазин не оставил без внимания и автолюбителей. Привлекает в этом магазине в основном электротовары, органайзеры. Например, для автомобилей жидкости замерзающие, антифриз не очень дорогой. Электроламочки нервизберегающие, они здесь по довольно приемлемой цене. Инструмент некоторые бывают, иногда такие наборчики хорошенькие. Магазин «Светофор» находится по адресу город Шумерля, улица Карла Маркса, 32А, напротив автовокзала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова